Это еще одна симметричная мышка для маленьких рук и с хорошей начинкой. Сама мышка тоже хорошая, только вот опоздала на годик. TT Sports Ventus R. Это конкурент таким мышкам, как SteelSeries Rival 100, Razer Abyssus, Asus Seca и Logitech G303. Почему она опоздала? Да потому что все эти мышки вышли в прошлом году, а это только летом. Как я уже сказал, мышь симметричная и подойдет для средних и маленьких рук. Для моей ладони в 18,5 см она кажется маловатой и мне не слишком удобно ей пользоваться. Но если у вас рука меньше, то думаю все будет хорошо. Из-за того, что она маленькая, мне удобнее всего держать ее хватом пальцы. Для любителей когти она тоже должна зайти, ну а если рука маленькая, то и ладонью держать должно быть удобно. Материал матовый софт-тач пластик, который используется почти во всех последних мышках от TT Sports. Он цепкий и не собирает отпечатков пальцев. По бокам вот такой вот структурированный пластик, который был, например, в мышке Razer Abyssus. Точь в точь такой же, но мне он не очень нравится, потому что он более скользкий, чем даже вот эта поверхность. Ну а вот эта штука чисто декоративное решение и я не верю, что оно реально помогает вентилировать ладони. TT Sports не повелись на последние тренды и не отделили основные кнопки от корпуса, так что люфта здесь нет. Под кнопками микрики Amron на 20 миллионов нажатий. Клик очень хороший, не смазанный и вы сможете быстро накликивать. Боковые кнопки не болтаются и достаточно удобно расположены, но проблема в том, что нажимаются они слишком туго. Сделаны они так, чтобы их можно было нажимать слайдом снизу. Но опять же, из-за того, что они туго нажимаются, пользоваться ими неудобно. Колесико с 12-позиционным энкодером фирмы ILPS из Японии. И казалось бы, отсечки должны быть очень четкие, однако здесь они не так ярко выражены, как хотелось бы. Но зато колесо не скрипит и не болтается. Хотя вот нажатие мне не понравилось. Сенсор оптический Pixar 3310. Это хороший сенсор, который во всем мире считается одним из лучших и вы можете не бояться, что он будет плохо работать. Цветные коврики для него не проблема. Высота отрыва небольшая, но регулировать ее нельзя. Максимальное разрешение 5000 DPI с шагом изменения в 100 DPI. Ножки большие, средней толщины и дают неплохое скольжение. Провод тонкий, без оплетки и непослушный. Очень плохо выпрямляется из коробки. Ну вы сами видите. Хорошо, что он легкий и не тянет мышку вниз. Софт тоже есть. Он один и тот же для всех последних мышек от TT. Тут все просто и понятно. Переназначаем кнопки, записываем макросы, выставляем 4 уровня DPI, частоту опроса USB порта и время отклика кнопки. Отдельная вкладка для подсветки. Можно выбрать любой цвет для колесика или логотипа. Можно оставить его статичным, выбрать эффекты дыхания или смену всех цветов по очереди. Ну или вообще выключить. Итак, минусы. Провод, колесо и боковые кнопки. Плюсы, форма, материалы, сборка, подсветка, ну и конечно же сенсор. Ну еще, наверное, плюс то, что она стоит около 35 долларов. Если вам понравилась эта мышь, заходите на наш сайт, смотрите отзывы цены, юзайте промокоды, которые есть в описании к этому видео, чтобы она стоила еще дешевле, как и все, в принципе, остальные игровые девайсы. Ну и подписывайтесь обязательно на канал, смотрите другие наши видео. И GG Guys, вот и кнопочка моя, кнопочка.